Движение Искателей Бога представляет Бог коснется тебя. Он освежит тебя и обновит тебя. Если суета уже надоела и ты хочешь войти в Божье присутствие, уединение с Богом – то, что тебе нужно. Начни год с уединения с Богом. Ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Я приглашаю вас в уединение с Богом в 2011. Это Пенуэл, в котором Бог изменит нашу жизнь. Когда Яков остался один и боролся некто с ним до появления зари, он стал Израилем и назвал то место Пенуэл. Это время перемен. Приезжай! Пенуэл. Уединение с Богом. С 16 по 20 февраля 2011 года. Киев. Зал Центра культуры и искусств Национального авиационного университета. Узнай дополнительную информацию по координатам, указанным на экране. Пенуэл. Искателям Бога посвящается. Здравствуйте, дорогие друзья! Я в студии Искателей Бога. С вами Сергей Шедловский. Я очень благодарен Богу за это время, которое мы можем провести вместе. Спасибо большое! Если вы сейчас меня смотрите, слушаете на своем телеэкране или же в интернете, для меня это очень большая радость и привилегия послужить вам. Я хочу послужить. Я верю, что это будет не просто мое служение вам, мое желание, чтобы это было служение Господа, чтобы Он коснулся вашей жизни. Потому что я верю, если Бог коснется нашей жизни, она будет только лучше и будет созидаться. Итак, сегодня я поделюсь сейчас с вами Божьим Словом. Сегодня я помолюсь за вас. Но также хочу сказать, что прямо сейчас, сегодня, и это 19 февраля, в Киеве проходит уединение с Богом Пенуэл. Вы, наверное, уже видели не раз об этом. Я говорил и в телепередачах, и в интернете, и на своей страничке в Facebook, ВКонтакте. Вы можете это увидеть и на телевидении. Но если вы никогда об этом не слышали, если вы слышите в первый раз и говорите, что за уединение с Богом, то у меня, для вас есть радостная новость, что прямо сейчас в Киеве, именно сегодня было весь день, предыдущие дни, и также завтра еще будет проходить молитвенное уединение с Богом Пенуэл. Мы собрались в зале на полторы тысячи мест, поклоняемся, молимся и прославляем Господа. Если вы еще не с нами, присоединяйтесь. Это специально для того, чтобы благословить вас. Это время запланировано нами для того, чтобы благословить тело Иисуса Христа, всех конфессий, деноминаций, кто только захочет принять наше служение. И также это для созидания нашего общества, потому что мы живем среди или внутри общества, не в отрыве от него, и мы хотим быть благословением и нести везде мир и Божью любовь. Поэтому, дорогие, приходите к нам. Если вы живете в Киеве или рядом с Киевом, если вы можете, то добро пожаловать по киевскому времени в воскресенье в 15.00 начинается служение. 15.00 в воскресенье, то есть завтра. 15.00 завтра в воскресенье приходите и добро пожаловать. Вы увидите всю информацию на экране, а также в этом рекламном ролике, информационном, лучше сказать, ролике. Вы также уже видели и еще увидите в этой программе всю необходимую информацию. Добро пожаловать! Дорогие, я лично приглашаю вас, потому что воскресный день – это финальный день. С 15.00 по киевскому времени и где-то до 20.00 целых пять часов будет много хвалы, поклонения Слова. И в конце концов придите даже для того, чтобы достичь собственных целей. Вы хотите поклониться Богу? Поклонитесь. Вы хотите прославить Его? Прославьте. Вы хотите просто побыть с Ним? Просто побудьте. Вы хотите прийти, почитать Божье Слово? Вам не хватало времени лично уединиться с Господом? Придите и лично уединитесь с Господом прямо в этом зале. Потому и называется уединение с Богом. Потому что мы уединяемся с Богом все вместе и потому что ты лично. И каждый лично может уединиться с Ним так, как сам того желает и как он себе это представляет прямо в этом зале. Потому что мы хотим послужить. И если у вас есть желание почитать Библию, если у вас есть желание в вашем конспекте сделать какие-то записи, записать мысли, идеи, откровения, сделайте это. Добро пожаловать. Мы для вас. Мы хотим не просто продвигать свое служение. Мы не хотим не просто продвигать себя. Мы хотим... Смысл служения — служить. А нельзя служить так, как ты хочешь. Что хотите вы? Мы хотим быть благословением для вас. Ведь в этом суть служения. Ведь все знают, что нельзя просто так насильно переводить бабушку через дорогу, если ей на ту сторону не надо. Все знают, что надо делать только те добрые дела, в которых есть нужда. Поэтому если вы чувствуете, что у вас есть нужда конкретно в этом событии, и если вы чувствуете, что да, действительно, это классная идея, и я хочу это использовать для себя, то будьте благословенны. Мы любим вас, для нас привилегия и честь — служить вам. Итак, я обещал поделиться Божьим Словом. Конечно же, если вы завтра придете, я смогу поделиться с вами Словом Божьим гораздо более развернуто и гораздо шире, потому это часть Божьего Слова, которым я смогу послужить вам. Итак, Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением, молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Дорогие, ещё раз читаю это местописание. «Всякою», «всякою», давайте обратим внимание на слово «всякою», «всякою» молитвою и прошением. Давайте остановимся. Божье Слово говорит нам «всякою». Дорогие, если у нас возникает вопрос, а какой молитвой надо разговаривать с Богом? То Божье Слово уже сказало нам чётко и ясно «всякою». Ограничения только мы с вами устанавливаем себе. Бог уже снял ограничения. «Всякою» — это означает и благодарностью, и хвалой, и тишиной, и как ты чувствуешь внутри себя, какая у тебя есть потребность на данный момент, какую ситуацию ты проходишь прямо сейчас. Всё вместе определяет, какой молитвой ты будешь молиться сегодня, прямо сейчас. Но Божье Слово уже тебе разрешило «всякою молитвой». Если ты хочешь в этот момент поднять руки, то я думаю, что и методы молитвы тоже относятся сюда. Если ты хочешь встать на колени, прекрасно, опустись на колени, встань пред Господом на колени, смиряйся пред Ним, и ты можешь молиться так. Может быть, ты в своей тайной комнате хочешь лечь на своё лицо. Пожалуйста, главное — отношение сердца, чтобы предстать пред Господом в смирении, чтобы предстать пред Ним искренне, потому что с искренним Бог поступает искренне. Поэтому главное, чтобы наша молитва была от сердца, чтобы она была глубокой, чтобы мы поделились с Богом всеми своими самыми лучшими и также, может быть, самыми худшими переживаниями, которые есть в нашей душе. Может быть, мы должны Богу рассказать о том, что мы боимся, или, может быть, кого-нибудь не любим. А может быть, мы хотим поблагодарить Его за то, что Он был верен и совершил для нас свои чудеса. Всякую молитвой давайте разговаривать с Господом. Всякую молитвой и прошением. Нам нужно побольше... Божье Слово говорит нам, что нам нужно всякую расширить круг наших молитв, расширить круг методов обращения к Нему, расширить круг. Вот это всякую надо расширить. И надо расширить круг не только молитв, но и расширить круг всяких просьб, всякую молитвою и прошение. О чем нам нужно просить Господа? Да, о всем. Нет той темы, на которую мы не могли бы поговорить с Богом. И когда мы в чем-то нуждаемся, давайте просить Бога. Я просто уверен, если бы мы с вами почаще о чем-то просили Господа, мы бы видели в своей жизни гораздо меньше проблем. И мы бы увидели в своей жизни гораздо больше благословений. Давайте попробуем. Я прошу вас в нашей жизни почаще останавливаться и о чем-то просить Иисус. В любой момент нашей жизни сказать Ему, Господи, вот сейчас я должен сделать звонок, пожалуйста, благослови этот звонок. Я хочу, я хочу, чтобы мир пришел. Боже, благослови. Аминь. И затем набрать номер телефона и поговорить с человеком. Если мы идем на какую-то встречу, ну почему мы не всегда просим Господа нас благословить? Почему так трудно нам порой сказать, Господи, благослови эту встречу? Давайте просить у Господа благословения на каждую свою встречу. Если ты планируешь провести время с семьей, попроси Бога благословить тебя. Если ты идешь на воскресное служение, и ты знаешь, что пастор готовил проповедь, или может быть ты знаешь, что твой пастор в отъезде, и ты думаешь, ой, сегодня иду на служение, и моего пастора нет. Он уехал куда-то там, в другую, может быть, церковь проповедовать, и потому сегодня на собрании не будет ничего интересного. Стоп! Как это? Неужели мы идем к пастору в нашу церковь для того, чтобы встретиться с пастором лицом к лицу? Подождите, а как же Иисус и наше личное взаимоотношение с Ним? Мы идем к Господу. И поэтому, дорогие, когда мы идем в церковь, даже если ты знаешь, что пастора твоей церкви там не будет, будет проповедовать помощник, или может быть какой-то приглашенный гость, и ты думаешь, может ли что быть доброе, с этой стороны? Дело в том, что Иисус служит. Попроси у Господа, скажи, Боже, благослови меня, и, Боже, проговори ко мне, и ты увидишь, что произойдет. Господь благословит тебя своим словом и ободрит тебя, даст какое-то назидание, и ты будешь доволен. Ты будешь довольна. И также мы можем просить Господа благословения, когда мы занимаемся бизнесом. Если ты занимаешься бизнесом, я лично не занимаюсь бизнесом, Бог миловал, слава Богу, не занимаюсь ни бизнесом, ни политиком, ни политикой, и я считаю, что Бог меня просто спас. Не все со мной согласятся, потому что некоторые призваны к тому, чтобы быть бизнесменами или быть политиками. Слава Господу, да благословит вас Господь. Лично я чувствую призвание быть священником и приводить людей к Богу, созидать взаимоотношения с Богом. Но, тем не менее, если ты занимаешься бизнесом, знай, у Господа есть добрый план для тебя. Проси у Него благословения, говори, Господь, благослови меня, попроси Его. Если ты занимаешься политикой, попроси у Господа благословения, попроси у Господа Божьей защиты, скажи, Боже, благослови меня. Если ты работаешь просто на заводе, идешь ты на работу и скажи, Господи, благослови мой сегодняшний рабочий день. Я молю тебя, помоги мне, пускай у меня будет хорошее взаимоотношение со всеми людьми вокруг меня. Короче, одним словом, дорогие, в любой области нашей жизни, где бы мы с вами ни находились, врачи мы, или стоим мы за станком, или же мы, может быть, преподаватели в школе, в университете, может быть, мы занимаемся бизнесом, может быть, мы, Господи, мы с вами занимаемся всем. Каждый из нас чем-то занимается. Давайте просить у Господа благословения. Я вас просто прошу, пожалуйста, поставьте эксперимент. Ну попробуйте, если вы еще никогда ни о чем не просили Господа, или может быть делаете это редко, ну попросите его. Знаете, в Божьем Слове написано, апостол Иаков сказал, не получаете, потому что не просите. Движение Искателей Бога представляет Бог коснется тебя, Он освежит тебя и обновит тебя. Если суета уже надоела и ты хочешь войти в Божье присутствие, уединение с Богом, то, что тебе нужно. Начни год с уединения с Богом. И нарек Яков имя месту дому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. Я приглашаю вас в уединение с Богом в 2011. Это Пенуэл, в котором Бог изменит нашу жизнь. Когда Яков остался один и боролся некто с ним до появления зари, он стал Израилем и назвал то место Пенуэл. Это время перемен. Приезжай! Пенуэл. Уединение с Богом. С 16 по 20 февраля 2011 года. Киев. Зал Центра культуры и искусств Национального авиационного университета. Узнай дополнительную информацию по координатам, указанным на экране. Пенуэл. Искателем Бога посвящается. Итак, Божье Слово говорит нам всякую молитвой и прошением. Я вас прошу, пожалуйста, давайте просить Господа побольше. Не стесняйтесь. Когда мы просим Его, давайте помнить, что мы просим у Царя всех царей и у Господа всех господствующих. Когда мы просим Его, давайте помнить, что Он не человек. Даже если мы с вами делаем добро друг другу, то Божье Слово говорит нам, что Бог тем более делает добро нам. Потому, ну не скупитесь. Некоторые люди даже стесняются просить Господа и говорят, ну зачем мне просить Его навязываться, у Бога разве мало проблем? Дорогие, это хорошо, что мы за Бога переживаем. Это хорошо, что мы Его так любим, что не хотим Богу доставлять лишних забот. Но тем не менее, Ему приятно. Он же наш Небесный Отец. Он нас Сам просит и говорит всякую молитвой и прошением, молитесь. Конечно, это говорит апостол Павел. Конечно же, также он говорил это под вдохновением Святого Духа. Но я прошу вас, давайте исполним Божье Слово и будем всякой молитвой молиться и будем совершать различные прошения, прося у Господа всё на всё обо всём. И также написано во всякое время Духом. Дорогие, давайте общаться с Господом во всякое время. Пускай самая первая мысль, когда мы просыпаемся, будет обращена к Господу. Пускай самая последняя мысль будет обращена к Нему. Пускай весь день мы стараемся хранить память о Боге и думать о Нём. Где бы мы ни были, каждый раз мы можем хотя бы одну мысль обратить к Господу, уделить Ему и сказать, Боже, спасибо, что Ты любишь меня. Или просто, Боже, слава Тебе. Но это же так легко. Давайте весь день думать о Господе и всякую молитву и прошение. Молитесь во всякое время. Весь день будь с Господом. Во всякое время будь с Ним. Не расставайся с Ним ни на минуту. Продолжай думать о Нём. Продолжай мыслить о Нём со всякой молитвой. Во всякое время. Всякой молитвой. Во всякое время общайся с Богом. Общайся с Богом. Всякую молитву. Во всякое время общайся с Богом. Как Ты умеешь. Как Ты можешь. Как Тебе нравится. Всякую молитву. Как Ты научен. Всякой молитвой. Всяким прошением. Во всякое время общайся с Господом. и старайтесь о сём самом со всяким постоянством. Я прошу вас, со всяким постоянством давайте будем общаться с Господом, со всяким постоянством давайте приходить к Нему. Какое ты можешь придумать постоянство? Будь постоянен, старайтесь. Это означает, даже если не получается, не надо расстраиваться, ведь стараться может каждый. Старайся, старайся со всяким постоянством, всякой молитвой, всяким прошением, во всякое время. Старайся со всяким постоянством. Давайте будем стремиться со всяким постоянством молиться, со всяким постоянством читать Божье Слово, потому что это тоже часть общения с Богом. Со всяким постоянством прибегать к Богу и разговаривать с Ним и молением о всех святых. Когда мы говорим с Господом, давайте не забывать других людей, давайте славить Его, говорить с Богом о себе и давайте говорить с Богом друг о друге. Давайте молиться за наших близких, жен, мужей, детей, родителей, всех наших соработников в служении Богу или на работе. И где бы то ни было, давайте молиться за других людей и молиться добрыми молитвами, потому что только такие молитвы слышит Бог. И поэтому, дорогие, я прошу вас, всякую молитву, во всякое время, давайте стараться молиться со всяким постоянством и в любом месте, любым методом. Давайте прибегать к Господу, как нам нравится, но Он зовет нас к себе в Своем Слове. И сейчас я хочу помолиться за вас и уже исполнить это место Писания и благословить вас. Господь, я молюсь Тебя за каждого, кто прямо сейчас находится у телеэкрана или смотрит эту программу в интернете. Всякий, кто сейчас меня видит и слышит любым образом, на любом носителе, я прошу Тебя, сверхъестественно, используй это время и коснись. Ты Бог всемогущий, Ты Отец, Сын, Дух Святой, Ты Триединый Господь, Создатель неба и земли, Тот, Который сотворил нас по своему образу и подобию. Благослови каждого, кто сейчас видит и слышит эту программу. Ты автор Божьего Слова, драгоценного Божьего Слова, Священного Писания, Библии, который вдохновил Божьих людей, чтобы это Слово было у нас сегодня. Я молю Тебя, вдохнови каждого и наполни каждого на Твои дела, на всякие добрые дела, на всякие дела милосердные, на всякие дела полные Божьей, безусловной любви. Отец, я молю Тебя, коснись каждого человека, Ты знаешь каждого индивидуально, Ты видишь ситуации и нужды каждого лично. Пускай придет Твое благословение, пускай придет ответ от Бога на всякое, на всякое дело, на всякое доброе дело, на всякое Господь дело к созиданию, к добру. Божий, прошу Тебя, благослови, усмотри, Отец, Твои ответы. Я знаю, что Твое сердце открыто каждому. Спасибо Тебе, Боже, за кровь Иисуса Христа, которой Ты привлекаешь каждого к себе, каждого живущего на земле. И пускай через кровь Иисуса Христа каждый близко-близко соединится, Боже, с Тобой. Пускай каждый, Господь, ощутит и познает Твою любовь, которую Ты подарил нам во Христе Иисусе. Боже, я также молюсь Тебе во имя Иисуса, пускай каждый примет прощение грехов через кровь Иисуса Христа и Его жертву на кресте. Я молюсь Тебе, Боже, пускай каждый примет сверхъестественное исцеление через жертву Иисуса Христа на кресте. Благослови, Божий, все церкви, всех конфессий и динаминаций. Благослови, Божий, церковь и православную, и католическую, и протестантскую. Благослови, Господь, все Твое многогранное и разнообразное тело. И, Боже, я прошу Тебя, пускай будет мир Твой между всеми братьями и сестрами во Христе. Я молю Тебя, пускай будет мир в Твоем обществе. Пускай будет Божья защита на каждом гражданине каждой страны. Дух Святой, я знаю, что Тебе не безразлично, не лично жизнь каждого из нас, не жизнь наших народов в целом. Да пребудет, Боже, Твое благословение на нашей земле. Боже, спасибо Тебе, что Ты говоришь, что когда смиряется народ Твой и всем сердцем ищет Тебя, Боже, Ты слышишь, отвечаешь и нашу землю исцеляешь. Исцели, Боже, нашу землю, исцели, Боже, наши города, исцели, Боже, раны нашего общества, исцели, Боже, наши семьи, наши тела во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я благословляю вас, дорогие. И я знаю, что лучшее от Господа для вашей жизни еще в будущем. И даже если вам кажется, что уже лучшего не будет ничего, это неправда. Все лучшее от Господа идет к вам. Люблю вас, благословляю. С вами был Сергей Шедловский в студии «Искатели Бога». И еще раз приглашаю вас завтра в уединение с Богом Пенуэл, Киев. По киевскому времени 15.00. Добро пожаловать, дорогие. Ожидаю вас. Будьте благословенны. Движение Искателей Бога представляет Бог коснется тебя. Он освежит тебя и обновит тебя. Если суета уже надоела, и ты хочешь войти в Божье присутствие, уединение с Богом, то, что тебе нужно. Начни год с уединения с Богом. И нарек Яков имя месту тому – Пенуэл. Ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Я приглашаю вас в уединение с Богом в 2011. Это Пенуэл, в котором Бог изменит нашу жизнь. Когда Яков остался один и боролся некто с ним до появления зари, он стал Израилем. И назвал то место Пенуэл. Это время перемен. Приезжай. Пенуэл. Уединение с Богом. С 16 по 20 февраля 2011 года. Киев. Зал Центра культуры и искусств Национального авиационного университета. Узнай дополнительную информацию по координатам, указанным на экране. Пенуэл. Искателем Бога посвящается. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»